Премия имени Сергея Леонидовича Рубинштейна присуждается с 1992 года Российской академии наук, а конкретно отделением философии, социологии, психологии и права за выдающиеся научные работы в области психологии. Так, в 2023 году обладателем премии стал Александр Прохоров, профессор кафедры общей психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета. Его работы были направлены на самую уязвимую на данный момент часть, ту исследование в области которой является большой редкостью. Серия научных работ по единой тематике, субъектно-процессуальный подход к изучению психического развития и состояния человека. У профессора на данный момент более полутора десятка монографий на эту тему. Все его исследования поддержаны грантами научных фондов, что говорит об их высоком качестве. Я предполагаю, что вот длительный период работы в области изучения, я бы так сказал, фундаментальных основ психических состояний человека. Ну, состояние нашей актуальной жизни, мы все находимся в каком-то состоянии, правда ведь, да? Я в одном, вы в другом, может находиться группа людей, которые, скажем, студенты на занятиях, все в разных состояниях. Понимаете? Вот. Но любое состояние имеет определенную структуру, имеет определенный состав, определенные функции. Вот. Каждое состояние причем свое. Ну, например, утомление, оно защищает человека, страх хранит. А антиципация, ну, скажем, тревога, это предвосхищение, антиципация, не того, что может быть желательно быть. Профессор является инициатором открытия в Казанском федеральном университете единственной в мире магистратуры психологии состояния человека. По его инициативе уже 17 лет проводится зимняя школа по психологии состояния человека, Всероссийская конференция и другие мероприятия. Заслуженный профессор Казанского университета и заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Александр Прохоров отмечен благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина. Является победителем и лауреатом национального профессионального конкурса «Золотая психия» и многих других. Профессора приглашают на постоянную работу столичные вузы и научные учреждения, но он всегда отказывается, потому что любит именно Казанский университет. В ближайшие годы мы будем в этой области работать. У нас большой грант, мы выиграли Российского научного фонда. У нас и раньше были гранты РФФИ, РГНФ, гуманитарных фондов, фундаментальных исследований. Конечно, мы продолжаем эти исследования, потому что они очень интересные, и здесь высокий процент новизны. Дальше будут исследования, связанные с изучением новых классов, состояний. Золотые медали и премии имени выдающихся ученых Российской Академии Наук – это награды, присуждаемые от имени РАН в целях поощрения ученых за научные труды, имеющие важное значение для науки и практики. Премии присуждаются за отдельные лучшие научные работы, открытия, изобретения, а также за серией научных работ по единой тематике. Российская Академия Наук в основном продолжает придерживаться решения Президиума Академии Наук Союза Советских Социалистических Республик 1959 года о том, что премии присуждаются с периодичностью раз в три года в дни рождения ученого, именем которого названа медаль или премия. Иногда присуждения приурочены к знаменательной дате, связанной с жизнью и деятельностью конкретного человека. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова